Всем привет! Я рада приветствовать вас на очередном выпуске проекта Ваши лица. Сегодня мы с вами будем делать макияж для замечательной девушки Анны. И давайте, наверное, сразу приступать. Для тех, кто не знает, о чем сейчас пойдет речь, то макияж я буду выполнять чисто схематически, с помощью программы для ретуши фото. И делаю я это в основном для того, чтобы оставить свои комментарии, а не для того, чтобы конкретно исправить фотографию, накрасить там реально девушку. То есть не в этом задача, а задача в основном просто разобрать черты лица, чтобы если у вас похожие черты лица, то вы в них не терялись и знали, как правильно наносить себе макияж. Давайте приступим. Как обычно, начну с овала лица. Если сейчас посмотреть на овал лица Анны, то лицо у нее больше приближено к треугольнику своеобразному, то есть довольно широкий лоб по отношению с узким подбородком. Именно поэтому в плане контурирования здесь будет особое контурирование и в основном оно будет заключаться именно в коррекции лба. То есть для того, чтобы нам сделать овал, нам достаточно вот только вот эти вот зоны немножко затемнить и лицо сразу преобразится и станет более похожим на овал. Скулы я здесь не советую выделять, потому что скулы, если выделить, то лицо станет очень таким угловатым, то есть будет много резких углов. Тут довольно острый подбородок, потом резкий угол будет скулы. И еще мы так визуально, скажем так, срежем, если лоб, то получится, что на лице очень много углов. И сейчас я вам покажу приблизительно, что я имею в виду. То есть коррекция должна будет идти вот на вот эту вот зону. И зону роста волос. Вот сделаем чуть-чуть менее интенсивное, чтобы так уж прям совсем красным оно не выглядело. Вот приблизительно как-то так я бы сделала. Вообще в целом такая форма лица очень классно корректируется челками. То есть если сделать прямой пробор и челку, вот так вот пустить с двух сторон, то челка сработает своеобразным корректором, и уже даже косметикой ничего делать не нужно будет. Переходим к бровям. Брови, в принципе, достаточно нормальные. Опять-таки мне здесь немножко не хватает вот в этой зоне брови, поэтому для того, чтобы заполнить брови, я вот так вот совсем слегка их прорисую. Я бы опять-таки это делала карандашом. Что касается формы брови, то в принципе форма неплохая. И для того, чтобы брови именно выделить, вот достаточно просто пройтись по верхней границе волосков. То есть когда брови не накрашены, видно, что вот здесь вот тоже вот есть волоски, но из-за того, что они не прокрашены, брови кажутся уже, и мы визуально видим вот только вот эту самую четкую линию. А когда мы начинаем брови прокрашивать, и именно все эти волоски захватывать, то получается, что у нас брови намного гуще. Вот сейчас я прокрашу и потом подотру там, где лишнее у меня. Ну и вот как-то так я представляю ее брови. То есть по сравнению с тем, что мы видим слева, справа бровь намного более выделенная и насыщенная. И если сейчас на голом лице без макияжа это выглядит немножко с перебором, то когда будет закончен макияж, я вам гарантирую, что брови отлично впишутся. Что Аня еще написала в своем письме, когда она прислала фотографию, так это то, что ей не нравится, что у нее очень сильно нависшие веки и опущенные глаза. И она не знает, как это исправить, или хочет совета по тому, как это лучше исправить. Значит, смотрите, давайте я вам сейчас расскажу про два варианта. Первый, это мы с вами будем рисовать стрелочку на таких вот глазах. И второй, сделаем какой-то уже такой вот базовый макияж. Если посмотреть на ее глаза, то действительно здесь видно, что глаз, он не то чтобы опущенные уголки глаза. Я не могу сказать, что это опущенные, но просто яблоко глаза достаточно выпуклое. Из-за этого концы уголки глаз, они как вдавлены немножко в череп. Из-за этого кажется, что вот тут вот создается такой залом, и как бы глаза опущены. Но если провести вот так вот линию, то видно, что они не опущены. То есть нет вот такого вот уголка, который реально будет опускать глаз. Есть вот здесь вот этот вот залом, и с этой стороны тоже его очень хорошо видно. И залом этот формируется конкретно из-за формы глаза, из-за того, что вот эта вот часть достаточно сильно вдавленная внутрь. И конкретно вот этот вариант намного лучше, чем реально опущенные глаза, когда вот эта вот часть действительно вывернутая, и вот она как этот уголок глаза находится выше, внутренний уголок глаза выше, а внешний уголок глаза ниже. Здесь же все достаточно симметрично. Единственное, вот здесь есть такая вот проблема. У меня тоже есть вот такого рода проблема, и я поэтому всегда заостряю внимание на том, что вот эту часть нужно очень сильно затемнять. Если вы затемняете вот эту вот часть, вот этого залома конкретного, вдавленности этой, не будет видно. И если вы красите, например, коричневыми тенями, делаете вот здесь вот тушевку коричневыми тенями, то зачастую конкретно вот в этом завале они кажутся более светлыми. Поэтому я тоже рекомендую, что когда вы прокрасили каким-то коричневым цветом, возьмите даже чисто черный, и вот конкретно в этот уголок нанесите, и это скроет вот эту вот вдавленность, и получите вот такую вот целостную линию, целостную форму в макияже. Что касается нависания, это у меня миллион уроков на YouTube с тем, как красить нависшие веки. Самое главное здесь, это не пытайтесь влезть в складку и прорисовать складку. То есть то, что нам нужно сделать, это использовать вот эту вот зону неподвижного века как зону нашей складки. То есть весь макияж мы строим вот здесь, вот по вот этой вот зоне. И так как здесь достаточно близко к брови находится глаз, то я бы закончила тушевку на вот этом уровне. То есть получается, что вот это самая высокая точка глаза. Вот мы видим, что с этой точки он начинает падать в эту сторону, и с этой точки он начинает падать в эту сторону. То есть ищите на своих глазах самую высокую точку, и вот эта точка, это будет вам сигналом о том, что вот здесь вот уже пора вашу тушевку заканчивать. У кого-то она здесь, у кого-то она здесь, у кого-то здесь. В общем-то у каждого своя форма глаз. Что касается подводки, то опять-таки ищем здесь залом века, вот здесь вот приблизительно в этой точке у нас заламывается века, достаточно низко, то есть классические стрелки здесь уже в принципе не сильно подойдут. Чтобы я посоветовала, это не задирать вот так вот слишком сильно вверх стрелку, а больше ее сделать как вбок. Вот я сейчас попробую продемонстрировать. Вот таким вот образом больше вбок ее завести. И я бы здесь вот так вот даже закрасила бы все подвижное веко, потому что особой роли она все равно не играет. Но вот это как вариант, реальный вариант стрелки для такой формы глаза, то есть мы не задираем стрелку высоко вверх и не руководствуемся вот этой линией, то есть вот если мы посмотрим линию как идет нижнее веко, вот так вот у нас должна идти наша стрелка по классике. Но наша форма верхнего века это не позволяет сделать, поэтому мы стрелочку вводим немножко вбок. И мне кажется, что в целом, вот если посмотреть, это достаточно неплохой вариант. Я не скажу, что это мой фаворит, прям такого рода макияжа на такой форме глаз, но в то же время вполне нормальный вариант. Вот я сделала немножко уже эту стрелочку, хвостик ее, и я думаю, достаточно хорошо сейчас понятно. И, конечно же, прокрашиваем ресницы очень сильно, очень густо, для того, чтобы не было видно, что у нас стрелка начинается вот с нижнего века. И у меня тоже есть видео о том, как наклеить накладные ресницы, чтобы вот эта стрелка выглядела вообще гармонично. Поэтому можете посмотреть, конкретно для такого типа глаз, как у Ани, это отличная техника. Теперь, что касается конкретно макияжа, именно классического макияжа с помощью теней. И я начинаю заполнять вот эту вот зону, строить форму в макияже. Сильно далеко здесь заходить, мне кажется, не нужно, потому что это будет закрывать глаза. Самое главное, что мы здесь должны сделать, это довольно обильную тушевку вот в этой зоне, в нижней, там, где у нас есть вот эта вот складочка. И вот, как вы видите, сейчас уже вот только я вот это сделала, и мне кажется, уже намного лучше глаз выглядит. То есть он не выглядит сейчас уже заваленным и опущенным. Нет вот такого вот грустного вида лица. И что я говорила тоже ранее, вот эта зона все равно выглядит светлее. То есть вроде оттенок один и тот же, но вот здесь эти тени будут выглядеть темнее, а здесь будут светлее. Поэтому давайте выберем еще более темный оттенок теней. И конкретно в этой зоне немножко им пройдемся. Вот приблизительно как-то так, буквально схематически я это показала. В то же время, когда это будет красивая тушевка тенями, будет вообще отлично. И теперь, что касается формы макияжа, тут особо, в принципе, делать и нечего. Можно слегка вытянуть уголки, можно не вытягивать. Ну, приблизительно вот так вот нужно построить макияж. То есть я руководствуюсь вот этой зоной, которую я говорила. То есть дальше этой зоны я не захожу. Сейчас я сделаю больше интенсивность, чтобы видно было, что я делаю. Под такую форму глаза тоже отлично подойдет именно круглый макияж. Можно и особо не рисовать какие-то там сильно вытянутые уголки. И это даже и не нужно с такой формой глаз. Можно, конечно, если сильно хочется, но по большому счету сильно и не нужно это делать. Вот сейчас я выровняю тушевку. Здесь она у нас ходит на нет. Нужно что-то более темное добавить во внешний уголок глаза. Там, где у нас стрелочка. Стрелочку, кстати, игнорируйте. То есть этот макияж выполняется лучше всего без стрелочки как раз-таки. Ну, раз я уже нарисовала, я уже просто не буду ее вытирать для того, чтобы сохранилось у нас это все. Ну вот, в целом, я как-то так бы на ней макияж и выполнила. Вот здесь, может быть, совсем чуть-чуть еще добавила, чтобы форма была более сглаженная. Но у меня в этом редакторе что-то я играюсь-играюсь, никак не получается здесь красиво сделать. Что еще Аня мне тоже сообщила в письме, которое она прислала, что ей не нравится ее довольно массивный нос. Я бы здесь не согласилась. Я бы не сказала, что у нее массивный нос. Особо как-то контурировать его я бы тоже не стала. Единственное, если, конечно, есть такое желание, то это можно сделать. И для того, чтобы выполнить коррекцию, нам достаточно по спинке носа вот так вот пройтись корректором с двух сторон. Даже видно, вот эта зона, она более выбелена, хотя на ней нет никакого макияжа. И вот эту вот зону мы оставляем, мы ее не трогаем. И совсем слегка проходимся. И вот так вот по ноздрям тоже мы проходимся. То есть не заканчиваем все спинкой носа и все. Вот так вот до конца. Сейчас покажу вам приблизительно, что я имею в виду. Итак, вот если мы пройдемся корректором вот так, вот как я только что показала, это немножко визуально у нас делает нос немножко уже. Конечно, в этой программе довольно сложно добиться этого эффекта, но тем не менее, я думаю, что схематически понятно, да, что я делаю для того, чтобы нос казался немножко уже. Если не нравится массивный кончик носа, можно еще вот тоже вот сюда, вот в эту зону нанести корректор. А в эту зону на кончик носа нанести хайлайтер. У меня тут, к сожалению, выбора хайлайтера нет, я это сделать не могу, поэтому я останавливаюсь только сугубо на корректоре. Давайте теперь перейдем к губам. Смотрите, здесь есть такая особенность. Глаза у Ани очень большие, красивые, выразительные. Нос тоже достаточно объемный, но губы, я бы сказала, что достаточно маленькие. Поэтому если Ани выполнять вот такой вот интенсивный насыщенный макияж, то с губами обязательно нужно будет тоже поработать. И что бы я здесь сделала? Я бы увеличила ей губы за счет вот этой вот дуги. То есть я бы здесь буквально чуть-чуть добавила бы и скруглила форму губ. Я показываю опять-таки чисто схематически. Вот я сменила цвет, чтобы было лучше видно, потому что с предыдущим оттенком вообще ничего не видно. То есть вот отталкиваемся от уголка рта и добавляем вот в этой зоне себе немножко, клюем скажем так, и добавляем себе объема немножко вот в этой зоне. Нижнюю губу здесь можно в принципе и не трогать, потому что верхняя не очень широкая, поэтому с нижней нет смысла ее увеличивать, иначе губы будут несимметричными. Ну вот, приблизительно как-то так бы я сделала. То есть с этой стороны я немножко больше даже добавила, чем с этой. Это говорит о небольшой такой асимметрии, либо просто фотография так получилась. Но тем не менее, мне кажется, что сейчас максимально симметрично, насколько я могла сделать в этой программе, я постаралась сделать. Чего мне здесь вообще не хватает, это еще румян. Румяна тоже я добавлю какого-то тоже такого вот живого персикового оттенка. Ну вот, по большому счету и все. Сейчас мы опять-таки можем нажать на нашу кнопочку и посмотреть, что было сделано. Мне кажется, такого рода макияж очень сильно исправляет форму глаз Ани. Еще тоже обратите внимание, насколько персиковые румяна освежают ее лицо. Мне просто безумно нравится. Помада, может быть, сюда этот оттенок немного не кстати, но выбор у меня не слишком там велик. Я, может быть, сюда больше что-то именно алого оттенка нанесла, но уже, в принципе, чисто схематически, я думаю, достаточно и этого варианта. На этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если так и было, не забудьте поставить палец вверх, подпишитесь на мой канал. Если хотите участвовать в этом проекте, то в описании будут все условия, как можно прислать свою фотографию, куда ее прислать и так далее. Поэтому обязательно почитайте, что в описании указано. И на этом я буду с вами прощаться. До встречи в новых видео. Пока! Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать вот такие вот красивые галактические яйца к Пасхе. И для этого нам понадобится... Первое, что хочу вам показать, это сумка от Michael Kors. На нее я засматривалась уже очень долго. Это Selma Medium. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok